Девушки отдыхают Американских танков Они сопровождали мощный бульдозер Для сноса стены, разделявший Берлин Из прилегавших переулков Навстречу им выехали Советские Т-55 Напряженное противостояние Готовых в любую секунду открыть огонь танков Продолжалось почти сутки Неожиданно Американские танкисты Получили приказ срочно вернуться В места дислокации Конфиденциально 30 октября 1961 Вашингтон Президенту США Джону Кеннеди Сегодня утром Русские в районе острова Новая Земля Взорвали ядерную бомбу Невиданной силы По оценкам специалистов Мощность взрыва составила около 50 мегатонн До получения дальнейших Распоряжений Я приказал приостановить любые действия Способные спровоцировать Советский Союз Председатель Объединенного комитета Начальников штабов Генерал Максуэл Тейлор Вы видите кадры секретного фильма Снятого специально для первого секретаря ЦК КПСС Никиты Крущева Об испытаниях водородной бомбы Получившей секретное позначение Изделия 202 Бомба была в 290 раз разрушительнее Сброшенной на Хиросил Хотя на самом деле Это был ее половинный заряд Но даже в таком варианте Энергия взрыва Десятикратно превышала суммарную мощность Всех взрывчатых веществ Использованных за годы Второй мировой войны На Западе Изделию 202 Дали название Иван Или царь бомба По велениям царя великого князя Федора Иоанновича Слета бысь сия пушка В приеменитом и царствующем граде Москве Лето 7094 Царь пушка, как и царь бомба Никогда не участвовали в войнах Тем не менее, это оружие сыграло в судьбе России Важнейшую роль Царь пушка в 16 веке одним появлением Удержала крымского хана Казыгирея От похода на Москву Царь бомба в 20-м остановила американцев От вооруженного столкновения в Берлине Которое вполне могло перерасти В Третью мировую В годы Холодной войны Демонстрация возможностей лучшего оружия Была важнейшим сдерживающим фактором Сегодня мы впервые расскажем О неизвестной битве между Советским Союзом И Соединенными Штатами За военные рекорды Которые изменили ход новейшей истории Непревзойденное оружие 1954 год Япония На экраны страны вышел художественный фильм О фантастическом мутанте Годзилле Появившемся в результате ядерных экспериментов Мало кто знает, что эта кинолента Родилась в знак протеста Против американских испытаний Сверхмощной водородной бомбы На острове Бикини Испытание самого мощного В то время термоядерного устройства В Японии Было недвусмысленной угрозой Советскому Союзу США превосходили СССР По ядерному потенциалу 17 раз Чтобы компенсировать этот колоссальный разрыв Советские конструкторы Предлагали самые неожиданные меры В конце 50-х в Советском Союзе Появились атомные пушки Это были самые мощные И дальнобойные артиллерийские орудия в мире Считалось, что они намного дешевле Стратегических бомбардировщиков и ракет И буквально засыпят противника Атомными снарядами Однако мало кто знает Что были еще более фантастические проекты По скорейшему достижению ядерного паритета С Соединенными Штатами Например, академик Сахаров Предлагал сделать 200-мегатонную бомбу-корабль Который должен был курсировать вдоль берегов Америки Но ученые подсчитали Взрыв такого заряда Расколет земную кору Сместит орбиту Земли И приведет к гибели всего живого 7 ноября 1967 года Москва Военный парад, посвященный 50-летию революции Задумывался как демонстрация рекорда Подлинным триумфом Стала уникальная орбитальная ракета Р-36О Обычно боеголовка с помощью носителя Поднимается на определенную высоту А затем как бы падает Под действием силы притяжения Орбитальная ракета Выводила в космос боевой блок Становившийся искусственным спутником Земли В нужный момент Включалось торможение И боевая часть устремлялась к цели Подобная схема Позволяла достичь неограниченной дальности И атаковать с наименее защищенной стороны 25 августа 1969 года Р-36О Была поставлена на боевое дежурство Вплоть до 1983 года Когда согласно договору ОСВ-2 Ракета была снята с вооружения Она оставалась самой дальнобойной Стратегической системой в мире Из книги военных рекордов России МБР Р-36О Самая дальнобойная в мире ракета В конце 60-х У Советского Союза появился Новый опасный противник Китай Заявивший территориальные претензии СССР На земли от Байкала до Камчатки Ежедневно жители приграничных областей Слышали по радио провокационные обращения Великого кормчивого китайского народа Началось так Дорогие советские граждане Временно проживаешь на китайской территории Начинают разъяснять, что китайская Приморская, Крахопорская, китайская территория Главное разведывательное управление Получило тревожные данные о том Что в КНР началось формирование горных полков Для вторжения в СССР через Памир В Советском Союзе не было специализированных войск Способных противостоять этому Неожиданное решение Предложили в НИИ парашютостроения Где был создан парашют альпиниста ПА-1 От обычных его отличала Огромная площадь купола 60 квадратных метров Что обеспечивало мягкое приземление При разреженном воздухе Как считали в институте С его помощью можно было высадить десант в горы Секретно 20 июня 1966 года Москва Министру обороны Маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому Учитывая важность захвата Высокогорных перевалов В случае начала боевых действий А также с целью испытаний Новой парашютной техники Предлагаю провести Экспериментальное десантирование Первая часть учений Высадка военнослужащих На плата под пиком Ленина На высоте 6100 метров Затем непосредственно На вершину Десантируется группа Наиболее опытных парашютистов Командующий ВДВ Генерал Василий Маргелов Такого в практике покорения гор Еще не было Первые в мире Воинские высокогорные маневры Но этот прыжок на крышу мира Стал одним из самых трагических В истории военных рекордов 20 века 27 июля 1968 года Над небольшим плато пика Ленина Раскрылись купола Единственное в мире Высокогорное десантирование Состоялось Оставалось сделать главное Высадиться на вершину пика Ленина Но в этот момент Случилось непредвиденное Поднялся резкий ветер Отряд обеспечения Пытался срочно связаться с самолетом Но армейская рация молчала Замерзли аккумуляторы Я могу сказать, что Относительно рельефа Когда несет тем более на Как это называется Классическом куполе То действительно страшно Эти снимки Сделали альпинисты Из группы обеспечения Четверо десантников Были отброшены ветром на скалу От страшного удара Их не спасли даже танковые шлемы Старшина Владимир Микаев Рядовой Юрий Юматов Старший сержант Валерий Глаголев И конструктор Тамарович погибли Похоронили их прямо на вершине Даже в нашем веке Горы остаются практически Неконтролируемой территорией Поэтому в них укрываются Террористы и наркодилеры Опыт, полученный в 1968 году Когда погибли советские десантники Был использован для создания Самого совершенного парашюта Д-10 Летающее крыло Он обладает отличной управляемостью И позволяет безопасно приземляться На самые высокие вершины В полной боевой экипировке В 2003 году на этом парашюте Испытатели совершили Рекордный прыжок на пик Ленина Доказав, что противника можно уничтожать Где бы он ни находился Конфликт с Китаем в конце 60-х Произошел на равнинах Острова Даманский и озера Жаланашколь Поэтому о подвиге испытателей И десантников Долго не вспоминают Кроме того У Советского Союза Появились новые серьезные проблемы В осуществлении агрессивных замыслов Направленных против независимости И безопасности народов Мелитаристские круги Соединенных Штатов Америки Широко и активно Используют свои оперативные флоты В июне 1968-го В американском городе Ньюпорт-Ньюс Началось строительство Нового ядерного авианосца Класса Нимитс Как утверждает книга Гиннеса Это самый большой корабль в мире И самая крупная военная машина в истории На палубе корабля Можно свободно разместить Три футбольных поля Авианосная ударная группа Во главе с Нимитсом Была способна нанести ядерный удар Суммарной мощностью В 3400 хиросинских атомных ком В Северной Атлантике может быть задействован ударный флот НАТО В составе 4-5 авианосцев Палубная авиация которых Способна наносить удары по северо-западной части Советского Союза И стран Варшавского договора У Советского Союза была очень большая армия У них была стратегическая программа Ориентированная на сухопутные войска Которых не было у нас Потому что частью нашей глобальной политики Было наличие большого флота Ядерная силовая установка Позволяла американским авианосцам Развивать высокую скорость И легко уходить от советских подводных лодок Правительство поручило КБ Малахит Создать подводный истребитель с крылатыми ракетами Способный догонять самые быстроходные надводные корабли Эта уникальная подводная лодка проекта 661 Получившая шифрон ЧАР Была разработана под руководством главного конструктора Исанина Конструкторам было запрещено повторять технологические решения Использовать существующие приборы, механизмы Комплектующие при создании этой подводной лодки В 1969 году начались государственные испытания новой лодки Руководство военно-морского флота постоянно торопило создателей корабля Совершенно секретно. 28 августа 1969 года. Северодвинск Председателю госкомиссии по приемке проекта 661 Контрадмиралу Федору Маслову Провести операцию «Голубая лента» в срок не позднее 19 декабря 1969 года Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Сергей Горшков 19 марта у генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева был день рождения И главнокомандующему флота Сергею Горшкову Очень хотелось сделать ему необычный подарок Начиная с 1840 года, когда пароход Британия Открыл регулярное судоходство между Европой и Америкой Капитану самого быстрого судна Вручался приз «Голубая лента» В 1969 году в гонку за звание самой быстрой подводной лодки Вступил Анчар Когда на мерной линии в Баренцевом море В первый раз подводная лодка развела самый полный ход Участники этого события были просто потрясены Они не ожидали, что она способна развивать такую скорость В первый раз она развела скорость более 40 узлов Что примерно 75 км в час Но представьте себе Со скоростью, превышающей скорость автомобиля в городе Предельную скорость Несется объект длиной 108 метров И массой 8 тысяч тонн На глубине, которая едва ли превышает 100 метров Интересно, что потоком воды Субмарина была отполирована до блеска Исчезли даже сварные швы Спустя несколько дней На этой же лодке был установлен окончательный рекорд скорости Оставшийся непокоренным до сих пор 44,7 узла То есть чуть более 80 км в час После успешных испытаний В адрес Брежнева была отправлена шифровка Докладываем Голубая лента скорости в руках у советских подводников Это был отличный подарок генеральному секретарю Но сложности с лодкой еще не закончились Титан, из которого был сделан корпус лодки Оказался чрезвычайно коварным материалом Однажды утром исчез пирс Возле которого стоял анчар Оказалось, что титан в сочетании с морской водой Вызывает бурную химическую реакцию Которая буквально растворила железные опоры И пирс ушел под воду Решение множества неизвестных до этого проблем Привело к тому, что по цене Титановая субмарина сравнялась С советской лунной программой За это на флоте ее прозвали «золотая рыбка» Лодка проекта 661 Вошла в историю не только как самая быстрая Но еще и как самая дорогостоящая Анчар послужил прототипом для кораблей 21 века Все современные российские атомные подлодки Превосходят по скорости субмарины НАТО Из книги морских рекордов «Голубая лента Атлантики» АП «Ланчар» — самая быстрая в мире подводная лодка В начале 70-х годов Советский Союз В том числе благодаря быстрому развитию подводного флота Достиг ядерного паритета с Соединенными Штатами Стало понятно, что использование накопленного арсенала Приведет к взаимному уничтожению Новая военная доктрина США Стратегия гибкого реагирования Предусматривала использование силы Для защиты собственных интересов В любой стране мира Результатом подобной стратегии американцев Стала война во Вьетнаме Все усилия американской военщины Добиться перелома в ходе войны Терпят провал В феврале 1970 года Американская морская пехота При поддержке авиации Начала операцию по захвату тропы Кошемина в Лаосе Это была действительно большая битва С большим количеством погибших с обеих сторон В этом ожесточенном бою Американцы, вооруженные новейшими винтовками М-16 Впервые столкнулись с советским автоматом Калашникова Вчерашние крестьяне Не имеющие никакой военной подготовки Благодаря русскому оружию Выиграли это сражение у морской пехоты США Считавшей себя лучшей в мире Чем дару для солдата в бою При отказе или исправности оружия у него И чем он оплатит Именно при таких случаях Это своей жизнью И поэтому И потому Выбирают И очень любят У нас Наши бойцы Автомат Калашникова Даже сегодня Спустя почти 60 лет со дня создания АК остается непревзойденным По огневой мощи Надежности И простоте Некоторые думают Просто это значит тяп-ляп Нет Это совсем не то Я же сказала Что Просто Сделать В сто раз сложнее Чем сложно Во всем мире Было выпущено Около ста миллионов Автоматов Калашникова Ближайший конкурент В этом показателе Американская винтовка М-16 Едва дотянула До 12 миллионов единиц Из книги рекордов Гиннеса Автомат Калашникова Самое популярное В мире стрелковое оружие В начале 70-х Русское оружие Приобретало Все большую популярность Доказывая Уже боевыми рекордами Свое превосходство В Египте Дивизион Зенитно-ракетных Комплексов С-125 Сбил в одном бою Сразу Четыре фантома Ранее Считавшихся Неуязвимыми В небе Вьетнама МиГ-21 Стал лучшим Боевым фронтовым самолетом Уничтожив 103 американских Истребителя И потеряв Всего 54 Во время Арабо-израильской Войны судного дня С помощью Тур-малютка Было подбито 800 танков Что составило Треть всего Парка Израильских машин Однако Были образцы техники Ни разу Не встретившиеся В бою Но тем не менее Постоянно Соревновавшиеся Между собой Совершенно секретно 13 октября 1973 года Каир Президенту Арабской Республики Египет Мохаммеду Анвару Аль Садату Вчера Два разведывательных Самолета Вторглись В воздушное Пространство Египта На расстоянии 590 километров Полет происходил На высоте 25 километров Министр обороны Арабской Республики Египет Мохаммед Абдель Халим Абу Газаль Это был стратегический разведчик СР-71 Черный Дрозд Олицетворение Технологического Превосходства Соединенных Штатов Он разгонялся Выше трех скоростей Звука Примерно 3,5 тысячи Км в час И достигал высоты 26,5 км По версии Американского Авиационного Справочника Черный Дрозд Был самым быстрым И высотным Самолетом В мире СР-71 Был почти неуязвим Для средств ПВО И мог держать Под контролем Советские базы Подводных лодок Аэродромы Стратегической авиации И позиции Ракет средней дальности Расположенные Вдоль границ Военное руководство Естественно Принимало меры Для того Чтобы создавать Такие машины Которые могли бы На дальних рубежах На больших высотах В любую погоду Уничтожать Воздушного противника А противника мы знали Противник сложный Для борьбы с высотными Сверхскоростными самолетами Потенциального противника Советские конструкторы Создали уникальный Истребитель МиГ-25 Названный на западе Летучей лисицей Он отличался Титаново-стальным корпусом Двумя мощными двигателями И необычной аэродинамикой МиГ В отличие от Максимально разгруженного Американского разведчика Был боевым самолетом С мощным вооружением В 1971 году По просьбе египтян МиГ-25 Вели разведку Над Израилем Тогда на западе Впервые узнали О возможностях Новой машины Один западный Радар Засек Полет этого самолета Который двигался Со скоростью Около подчеркнул 4 тысячи километров в час Этот фантастический рекорд Выполнил советский летчик Николай Стогов Находясь над враждебной территорией Он выжил из своего МиГа Даже больше, чем ожидали конструкторы Скорость, с которой МиГ-25 Разрезал небо Поражает воображение Каждую минуту Он оставлял за собой 66 километров Трение воздуха Разогрело Титановую обшивку Свыше допустимых 300 градусов Герметик кабины Задымился И оплавился На земле Ее пришлось открывать С помощью лома В 1971 году МиГ-25 Был занесен В книгу рекордов Гиннеса Как самый быстрый Боевой истребитель в мире Успех советского МиГ-25 Заставил американцев Развернуть с ним Настоящие соревнования СР-71 Поднимается на высоту 32 километра МиГ на 37 километров 630 метров Это почти Космическое пространство Черный дрозд Показывает Лучшую скороподъемность На 20 километров Летучая лисица На 25 Проиграв эту битву рекордов Американцы Отказались От проведения Воздушных разведывательных Операций Над Советским Союзом А МиГ-25 Вошел в книгу Рекордов Гиннеса Из книги рекордов Гиннеса МиГ-25 Самый скоростной Боевой самолет в мире Не только рекордные показатели Определяют качество Боевой техники Ракета АК Считалась лучшей в мире Потому что от нее Не было никакой защиты Не случайно американцы Настояли на уничтожении комплекса Хотя он не подпадал Под действие договора О сокращении ракет Средней дальности Т-72 Стал лучшим Послевоенным танком За идеальное сочетание Подвижности Защищенности И мощности вооружения В арабо-израильских воинов Он получил прозвище Черная смерть И звание Самого популярного танка В мире Зарубежные армии Закупили 30 тысяч Этих боевых машин Самый современный Сегодня российский Танк Т-90 Унаследовал лучшие черты Т-72 Впрочем Битва военных рекордов Продолжалась И в ней было еще много Драматичных поворотов Начало зимы 1979 года В Советском Союзе Оказалось на редкость С морозным и снежным Коммунальщики Срочно ремонтировали Прохудившиеся трубы А политики Латали прорехи В международных делах Когда в декабре Советские войска Вошли в Афганистан Температура В отношениях США и СССР Тоже упала До низшей отметки Совершенно секретно 5 декабря 1980 года Москва Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу Президент США Джимми Картер Утвердил директиву Номер 59 О подготовке К ядерной войне С Советским Союзом Она предусматривает Нанесение превентивного Ракетно-бомбового удара По СССР С территории Европы А затем Длительное ведение войны На Европейском театре Военных действий Председатель КГБ При Совете Министров СССР Юрий Андропов Рональд Рейган Сменивший на посту Президента Джимми Картера Пошел еще дальше Объявив войну С Советским Союзом Неизбежно Итак Ястребы НАТО Не унимаются Все с большей силой Раскручивается маховик Гонки вооружений Военные расходы На все эти Трайденты Ракеты МХ Крылатые ракеты Достигают новых Рекордных величин 18 июня 1982 года Советская разведка Сообщила о том Что президент США Отдал приказ Начать боевые действия Против СССР В этих условиях Руководство Советского Союза Приняло решение О нанесении Убреждающего Ядерного удара По территории США И других стран Членов НАТО К счастью Это была не хроника Боевых действий Так звучала легенда Учений советских Стратегических сил ЩИТ-82 В те времена В качестве основного Вида боевых действий Стратегических ядерных сил Рассматривался Массированный Обмен Ядерными ударами На Западе Эти учения Получили название Семичасовой Атомной войны В течение этого времени На условного противника Обрушивались Мощные Стратегические И крылатые Ядерные ракеты С моря Воздуха И суши Ответный удар По Москве Был отражен Силами Противоракетной Обороны Учения ЩИТ-82 Стали самыми Масштабными В истории Хотя подобный рекорд Вряд ли Стали бы фиксировать При этом Советский Союз Задействовал Далеко не все силы Те средства Которые были Использованы Для натурных запусков При учениях В 1982 Году Это все Стратегические средства Предыдущего поколения В 80-х годах Стратегическая Ядерная Триада СССР Находилась В самом Расцвете Каждая Было установлено 44 мировых рекорда Дальности Высоты И грузоподъемности Большинство Из которых Не побиты До сих пор Эти самолеты Это средства Сдерживания Вероятного Агрессора От нападения На нашу страну Самолет Может подняться И Вот Баражировать И так далее То есть Висеть Над возможным Вероятным противником Предупреждать Что если ты что-то Предпринимешь Что ты будешь Потом пострадать На земле Основой Ядерной Триады Стали Мобильные Стратегические Комплексы Постоянно Перемещаясь Они были Практически Неуязвимы Для первого Удара Мобильная Пусковая Установка СС-20 В 70-е годы Самая мощная Ракета Средней Дальности В мире Ее появление На Западе Вызвало Настоящую Панику И привело К разработке В США Космической Программы Противоракетной Обороны Знаменитой СОИ Однако У Советского Союза И на это Был готов Ответ Конструкторы Разработали Истребители Спутников Всего Несколько Ударов По ключевым Элементам И американское ПРО Перестало Бы существовать Сегодня Только Россия Располагает Боевой Противоспутниковой Системой Морская Составляющая Ядерной Триады Также Не осталась В стороне От рекордов В 1984 Году Вышел Свет Роман Американского Писателя Тома Кленси Охота За Красным Октябрем Ставший Впоследствии Основой Для художественного Фильма Главным Противником Военно-морских Сил США В нем Стала Советская Подводная Лодка Проекта 941 Акула Гигантские Размеры Советской Субмарины Были нужны Чтобы разместить Огромные Межконтинентальные Ракеты В КБ Рубин Под руководством Ковалева Была создана Необычная Конструкция Подводный Катамаран Одетый Поверх Двух Корпусов В легкую Оболочку Эта лодка Сразу попала В Книгу Рекордов Гиннеса Однако Главные Ее качества Так и остались Незамеченными Книга Рекордов Гиннеса Приводит Нашу Стратегическую Подводную Субмарину Тайфун Как Самую Большую Атомную Подводную Лодку По водоизмещению Другое Дело Что это Самый Мощный Ракетоносец По Суммарному Ядерному Удару 20 Межконтинентальных Ракет Расположены Между двумя Главными Корпусами Каждый Из них Несет 10 боеголовок Мощностью 100 килотонн Но Самым Страшным Для натовских Стратегов Была Удивительная Способность Акулы Стрелять Прямо Через Ледовый Арктический Панцер В головной Части Ракеты Установлен Небольшой Кумулятивный Заряд Буквально Прожигающий Ей Путь Таким Образом Лодку Невозможно Было Обнаружить А значит И уничтожить Даже Если Одна Лодка Останется После Первого Удара По противнику Не отслеженной И не Уничтоженной И если Она Выстрелит Эти ракеты То Нападающая Страна Понесет Невосполнимый Ущерб Вот Потому Их И боятся Акула Поставила Еще Один Рекорд На корабле Экипажу Обеспечены Немыслимо Хорошие Для подводных Кораблей Бытовые Условия За небывалый Комфорт Лодку 941 Проекта На флоте Прозвали Плавучей Гостиницей Из книги Военных рекордов России АПЛ Акула Самый мощный Ракетоносец По суммарному Ядерному Заряду Колоссальная Мощь Стратегических Сил Советского Союза В конечном Итоге Привела США За стол Переговоров Но во второй Половине 80-х Годов Начался Следующий Этап В развитии Вооружения Где Основную Роль Стало Играть Высокоточное Оружие Это Заставило Советских Конструкторов Создавать Нетрадиционные Виды Боевой Техники Так Появились Экранопланы Ракетоносцы И корабли На воздушной Подушке Благодаря Их Фантастической Скорости Головка Самонаведения Ракеты Не успевает За ними Следить И теряет Цель Столь же Неожиданно Решались Проблемы В области Авиации Конфиденциально 5 ноября 1983 года Вашингтон Президенту США Рональду Рейгану Основа Будущей войны Достижение Полного Господства Над ПВО Противника Первым ударом Должны быть Выведены Из строя Зимитно-ракетные Установки Радары И аэродромы После этого Никакое Государство Не устоит Перед мощью Наших ВВС Командующий ВВС США Томас Фридт 9 марта 1987 года Воздух Поднялся Як-141 Новому Истребителю Не требовалась Взлетная Полоса Даже в случае Внезапного Удара По аэродромам Он способен Вести бой Но главное Конструкторы Доказали Что самолет Вертикального Взлета Может иметь Характеристики Что и лучшие Истребители Як-141 Первым в своем Классе Шагнул За сверхзвуковой Рубеж Еще на испытаниях Самолет Стал показывать Фантастические Результаты И руководство КБ Яковлева Приняло решение Провести серию Экспериментальных Полетов Рекорды Скороподъемности Которые мы ставили В общем-то Отображают Ну Скорость Выхода Машины На заданную Высоту С боевой Нагрузкой То есть Это Скажем Задача Перехвата Цели Ну Сейчас я вам скажу Что С двумя Тоннами На высоту 12 тысяч метров Машина Выскакивала За Две минуты С небольшим А С тонн Меньше Двух минут Первые рекордные Полеты Закончились Неудачей Правда Дело было Не в самолете Скорость Подъема Была настолько Высокой Что Операторы Кинотед Элитов Не успевали Следить За истребителем Пришлось Закрепить На фюзеляже Мощную Дымовую Шашку Однажды Еду на полеты Подъезжаем Буквально Осталось Метров 200 До самолета Вдруг Как полыхнул Самолет Пожарные Забегали Туда Сюда Ну Потом Разобрались Случайно Механик При подготовке Аппаратуры Включил Эту шашку На земле А Настолько Мощная Шашка Что Моментально Заволокло дымом Такое впечатление Было что самолет Горел Ну естественно Потом Мы многое весело Смеялись над этим Но поначалу Ей Богу Стало грустно 19 мировых рекордов Установил На Як-141 Андрей Синицын Казалось Что после Такого Фантастического Результата У этого Истребителя Большое Будущее Но наступивший Экономический Кризис Заставил Руководство России Свернуть Работы Над самолетами Вертикального Взлета Такая же участь Постигла Экранопланы И крупные корабли На воздушной подушке Зато в США Появились проекты Удивительно похожие На лучшие Российские образцы 8 сентября 1854 года В сражении При армии Французской И английской Армии Одержали над Русскими войсками Блестящую победу Ее секрет Заключался В дальнобойных Нарезных ружьях А ведь Подобные ружья Были и в России Но царские генералы Посчитали их Не настолько эффективными Чтобы платить За каждый Нарезной ствол На 12 копеек Больше Это заблуждение И скупость Стоили многих Жизней И привели К серьезным Политическим Последствиям Возможно Сегодня Отказавшись От самолетов Вертикального Взлета Экранопланов Кораблей На воздушной Подушке И другого Уникального Оружия Россия Лишает себя Будущих Побед В начале 90-х Рухнула Завеса Секретности Российская Боевая Техника Стала Открыто Выставляться На многочисленных Международных Выставках Вооружения Зарубежные Специалисты Испытали Шок От увиденного Многие Представления О превосходстве Западной Состояние СССР И США Прослеживалось Даже на уровне Статистики Которая Замалчивала Успехи Советских Конструкторов Из 20 Образцов Боевой Техники Внесенных Книгу Рекордов Гиннеса Только 6 Были созданы В СССР Хотя реальное Соотношение Было совсем Другое Так например Из 1085 Мировых Авиационных Рекордов Почти половина Принадлежала Советскому Союзу Россия Должна стремиться К военным Рекордам Научно-технического Уровня Если хотите Показатель нации Только в этом случае С Россией Будут считаться А с нами Считаем Последними Рекордсменами Книги Стали образцы Созданные В 90-х годах 20-го века К-50 Единственная Виндокрылая Боевая машина С аосной схемой Она способна 12 часов Висеть На одном месте Это единственный В мире вертолет Выполняющий Так называемую Воронку Что позволяет Вести огонь По противнику Постоянно Перемещаясь Оперативно-тактический Комплекс Искандер Попадает Ракетой С 500 км В цель Размером С окном Многоцелевой Истребитель Черный Беркут Единственный В мире Самолет С крылом Обратной Стреловидности 16 августа Со стратегического Бомбардировщика Ту-160 Ставшего на время Бортом номер один Была выпущена Новая дальнобойная Высокоточная Ракета Х-555 Военные рекорды Будущего Приобретают Новые качества Они будут связаны Не только С физическими Характеристиками Как мощь Сила Скорость Дальность Но и С интеллектуальными Параметрами Оружия 2006 Год Может стать Рекордом За последние Десятилетия По числу Систем Принятых На вооружение Среди них Самоходное Орудие Вена Повышенной Точности И мощи Боевая Машина Поддержки Танков По сути Открывшая Новый Класс Бронетехники Несколько Типов Высокоточных Крылатых Ракет И еще Около Десятка Других Обратцов Современного Вооружения Созданных После окончания Холодной Войны Холодная Война Канула В лету А вместе С ней И безудержная Битва Рекордов Которую Она Породила К демонстрациям Возможности Боевой Техники Сегодня Относится С трезвым Расчетом Это прекрасная Реклама Для рынка Вооружений Впрочем Военные Рекорды По прежнему Важнейшая Составляющая Международной Политики Потому что В главном Мир Не изменился Уважают И считаются Только сильными Продолжение следует